Доброе утро, дорогие друзья! У нас недельная глава ЭКЕФ. И написано в наших древних книгах, что человеку все время надо напоминать о бренности существования, о том, что этот мир заканчивается максимум через 120 лет и так далее. Для чего это? Почему человеку все время это рассказывают? По одной простой причине, чтобы человек не порхал, как мотылек. Например, написано в нашей недельной главе, и будете за то, что послушаете законы и хранить их будете исполнять, то ты получишь милость, которую клялся Бог давать отцам вашим. То есть он сохранит в вашем поколении то, что было достигнуто в прошлых. Но это в том случае, если будете слушать законы и хранить, и исполнять. Злое начало в значительно большей мере, чем раньше, проявляется в последних поколениях, называемых пяткой мыши. ЭКЕФ – это пятка. Итак, это недельная глава о нашем поколении. Человек должен помнить, что он не мотылек, безумно порхающий по жизни. Что жизнь дана ему, если хотите, для набирания призовых очков таких для будущего. В том будущем, где душа бесконечна и длится это вечно. Есть такой короткий рассказ, рассказывает, я не помню, где я его читал. Это внучок договорился с бабушкой играть в монополию. Знаете, такая игра, где ты покупаешь всякие вокзалы, улицы, становишься или миллионером, или разоряешься. Очень много нервов он вложил в эту игру, закончил и выиграл. Потом рассказывает, бабушка посмотрела на меня и говорит, а теперь все возвращается в коробку. Все эти дома, гостиницы, фирмы, поезда, электростанции, все имущество, приобретенное твое в игре, все деньги, все возвращается в коробку. Я не хочу, сказал внучек, чтобы возвращалась в коробку. Что поделаешь, сказала бабушка. Ничего из того, что на самом деле тебе принадлежало, тебе не принадлежит. Ты волнуешься из-за вот этой игры или даже в жизни из-за чего-то, но все это задолго до тебя было и до того, как ты сел играть. И останется здесь, просто ты уйдешь. Игроки приходят в этой жизни, в том числе, и уходят. Но все каждый раз возвращается в коробку. Машины, звания, одежда, портфель, квартира, недвижимость, даже тело человека. И тогда понял, говорит, что так оно и есть. Все, что я использую, накоплю, соберу, вернется в коробку, и я потеряю все это. Не такой уж большой выигрыш после всех приложений и усилий. Поэтому, друзья, представьте, что вы в конце концов получили повышение, о котором мечтали. Или совершили покупку, которую хотели. Приобрели дом красивый. Достигли экономической стабильности. Забрались на самую высокую гору или лестницу успеха. Гол забили в чемпионате мира. И потом весь расторг растворяется. И что дальше? Вы, конечно, понимаете, что всего этого никогда не бывает достаточно. Тогда вам приходится задать себе один единственный вопрос. Что же на самом деле в жизни человека важно? В чем смысл этой жизни? Если в конце концов все возвращается в коробку. Мы собираем, копим, покупаем, вкладываем. День и ночь не спим, нервничаем. Создаем себе уютный, качественный мир. Но в конце концов нам придется вернуться в коробку. И все, над чем трудились, все это останется здесь. Если только остановимся на мгновение и задумаемся, то сразу вспомним, что все уходит в коробку. Мы проводим жизнь, вкладываясь в этот мир. Иногда забываем свою настоящую цель. Удостоиться доли в будущем. Всевышний создал этот мир, чтобы он служил человеку. И чтобы человек мог служить своему создателю максимально эффективно. Исходя из того, какой это человек, какая... Ну-ка, индивидуально для человека. Не стоит вкладывать все уж парямов силы свои в этот мир, временный мир. Хоть чуть-чуть, хоть немножечко переключить внимание и вкладывать в мир вечности. Важно проанализировать, во что надо вкладывать силы, мысли, желания. А к чему прилагать поменьше усилий. Поскольку в итоге результат останется в коробочке. И даже в этом мире, я знаю людей, которые полностью финансово обеспечены. Но, несмотря на это, совершенно несчастны. Они очень успешны и очень несчастны. Достигаемый нами успех не гарантирует нашего счастья. Вскоре после того, как мы покупаем машину своей мечты, там какую-то, или новейшую модель сотового телефона, они нам, например, заканчиваются мечты, день-два радости и все. Чтобы удовлетворение было продолжительным, оно должно быть нематериальным, оно должно быть духовным. Материальное удовольствие имеет предел и размер. Например, ты любишь колбасу, но дали тебе 100-метровую балку колбасы. Сколько ты с ней съешь? В духовном наоборот, там нет предела. Любовь и все остальное. Нет предела. Физическая значимость объекта и его духовная ценность никак не связаны между собой. И недаром еврейская религия подчеркивает, что высокий дух нередко царит в самой скромной обители. И хотя аскетизм и отсутствие удовольствия в мире чужды иудаизму, но еще более чужды ему бесконечная гонка за материально выстощающих душу человека и неставляющая ему минуты для себя. Свет, который не имеет, человек, который не имеет времени для ежедневного своей души, он самый бедный и самый нищий на земле. Он нищий по отношению к главному, к своей вечной жизни. Он там начнет понимать, что потерял. Но пока, дорогие друзья, немножечко хотя бы надо задуматься. Немножечко. Брахава Цлыха. Продолжение следует.